28 декабря представители Государственного бюро по контролю за строительством посетили Дауговпилскую среднюю школу дизайна и искусств Саулес-Скола, где завершилось строительство двух новых корпусов. Тем самым начался заключительный этап одного из самых масштабных проектов по модернизации образовательных учреждений самоуправления – процесс сдачи объекта в эксплуатацию. Представители бюро осмотрели как законченный некоторое время назад главный корпус, где будут располагаться учебные помещения средней школы, так и новейшую часть здания – детскую художественную школу, возведенную на месте бывшего дома творчества Дайграды. По оценке Дауговпилского строительного управления, новый корпус школы является самым современным общественным зданием в городе. Однако для коллектива Саулес-Скола это прежде всего долгожданный большой общий дом, под крышей которого обучение будет проходить в гораздо более уютной обстановке. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы наконец-то сможем полноценно учиться. В одном здании будут все помещения школы – и классы средней школы, и детская художественная школа, и новые мастерские, зал, а также кафе, которого никогда прежде в школе не было. Поэтому мы очень надеемся, что после Нового года мы сможем хотя бы частично сюда вернуться и полноценно учиться. Внимание заслуживает не только необычный внешний вид здания, который уже хорошо знаком Договпилчанам, но и оснащение внутренних помещений, отвечающее всем современным требованиям в области художественного образования. Современное оборудование мастерских позволит на высоком уровне реализовать обучение по существующим и новым программам, а также расширить деятельность школы Саулес, обогатив таким образом культурную жизнь региона. Когда мы готовили заявку на получение финансирования Евросоюза, мы могли получить его по двум направлениям. Первое – это инфраструктура, в частности вопросы строительства. Второе – создание новых программ обучения. Таким образом, в рамках этого европейского проекта мы создали мультимедийный класс для новой программы, которую предлагаем уже три года. Также обустроили мультимедийную студию, мастерскую по графике, и я очень рада, что есть также и новые, более просторные помещения для текстильного отдела. У нас много ткацких станков и прочего оборудования, которое теперь сможем использовать на полную мощность. Я думаю, что здесь теперь смогут учиться не только школьники. Помимо этого, мы сможем организовывать различные пленеры для художников. Совместно с арт-центром Ротко сможем создавать художественную среду как в течение учебного года, так и летом. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.